Листья летят. Еще не осень, а уже листья летят. Вышли мы с Максом в сторону магазинчика. И вдруг набежал сильнейший ветер, прямо вот издалека. Где-то вдалеке там громыхает. Не знаю, может дождь начнется. Ну вот кто жаловался, что ему жарко. Вот сейчас ливанет, будет не жарко. Ветер поднялся буквально за, не знаю, 10-20 секунд. Прям просто раз, и какой-то ветер кто-то включил. Вернемся. Вернемся. Ты имеешь в виду триммер? Триммер, шуруповер. Ну они не уберут, да. Ну давай пошли, уберем тогда. Точно, у нас шуруповер, триммер у дома лежит. Сейчас если ливанет, все зальет. Потому что там вот мы обратно идем, громыхает. Прям гроза там или что-то такое. Я вообще первый раз такое вижу. Буквально за какие-то секунды поднялся такой сильный ветер. И где-то вдали громыхает. Ну правда приятный ветер, теплый. О-о-о, как глубоко уже, да? Ну, еще 2,5 метра будет. Еще глубже, да? Да. Ну да, полный рост и еще там. Да, дождь точнется. О, начинается уже. Зато не жарко. Ну вот и все. Дождь прошел, гроза прошла. Ребята снова копают. Там вот мы идем в магазинчик все-таки. Возьмем с собой мусора немножко выкинуть и идем в магазин. Ну да. У него, видимо, машина наехала. Это же живот у него, правильно? Нет, это не живот. Это спина у него. Живот у него, вот он, коричневый. Он свеженький. Мы шли, вон еще его здесь не было. Я не знаю, что это такого цвета. Может, зрители знают, что за змея такая. Мы дошли, в общем, купили кошачий корм. Квас, воду и масло я взяла. Все. Кошачий корм на развес у них. 140 рублей за килограмм. Ну вот остатки взяли. Пакет. Что за фирма, не знаю. Пакет уже был открытый. То есть из него брали. Надеюсь, кошак от этого корма не сдохнет. Хотел вообще-то консервы взять. Но мне кажется, сухой будет дольше лежать. В общем, у кошки теперь есть пропитание. А то она приходит, просит, требует. Квас. Гречка. Квас. Все, что ли? А, масло. А покажи, какое масло. 82.5 жирность. Уго, с такой-то. В Твери сделано. Ну так, Тверское. Кисунчик пришла. Ну что, хочешь кушать? Давай, тащу сюда свой тощий зад. На. Смотри. А, смотри, что я тебе положила. Кушай, кушай. Да не бойся ты, кушай. Дай я ботинку заберу. Вон, смотри. Кошачий корм. Кс-кс-кс. 140 рублей килограмм. Ну давай, давай. Кисуня, вот. Что-то она не ест. Киса, ты зажралась. Вот так вот. Хотя я бы такое тоже не ела бы. Оно дымит вот здесь вот. Вот тут вот. Смотрите. Идите, как вас зовут? Владимир. Владимир. Вот здесь вот. Вот в этих вот. Я понимаю, Маш. Макс, отдай фонарь? Какой-то фонарь. Прости, сказали, фонарь у меня есть. Алло, в бардашке. Тут надо трубу открывать. То есть она закрыта, да? Конечно, я не буду дымить. А вот это вот как вот починить? Это надо же починить как-то. А это просто чуть обиваешь, штукатуешь по нему. А вы можете это сделать? Могу. Потому что вот эту трубу не открыли. А как-то вы ее открываете. Сейчас покажу, покажу. Там как-то задвижка или что-то, да? Нет, здесь я вижу не задвижность. Это заслонка. Задвижка от того-то двигается, а это... Заслонка. Видишь, она мазанная. И что это? Я его вытаскиваю. Ага. Когда пройдешь трубу... Сейчас я открою трубу, подожму бумажку. А вы можете это делать вообще? Могу. Сколько это вообще времени, сколько это денег стоит? Сейчас посмотрим. Смотри. Вот она, видите? Да, 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 вижу. Вот она. Открывается эта штука. Вот она. Это называется труба открывается. Угу. Это еще сажа. Вот это сейчас хлам, сипся туда. Ну, куда тебе еще сядь. Вон она. Видите? Ага. Вот. И будет открыться она тебе. Да, да, да. Веник. Ну, есть ерши, что с ершами. Ну, мы веником березом, просто не длинные, чтобы были, а короткие такие, ну, веткие. На палку длину, чтобы не хватало. Так это на крышу надо залезть, да? Конечно, она вообще на этом, на конек. Вон. Ну, она забита, да? Как вы видите? Сейчас посмотрим. Закрывает почему? Когда ты песку протопила, песку протопила, уже нет ухлея почти. Тепло не уходить. И будет тепло стенки держать. А то будет она у тебя в дух тёплый уходить и держать туда. Посмотрим. Вот так проверяется. А так, если она, то его, она может... Ну, она как живая, нормальная печь вообще? Как вам, как вам видите? Живая. Да. Да, мы тут пытались что-то разжигать, но... Ну, конечно, трубу не открыли, живые. Ну, да. Тут у вас она дымит. Никто не рассказывает. А, ну, не знает такое что? Ммм. Скоро, городские. Знаешь, нет. Они-то газеты. А то эти обои, херок, горят, с клеем. Так, газету вот. А что, что с клеем? Что он делает плохо-то? Ну, хуже будет, говорить. Вот это. Да. Отрываешь, так. И что потом? Глина, песок. Глина и песок. Ведро глины. Ведер песка. Это называется штукатуре. Как вот, если, повторюсь, ты понимаешь, как вот цемент сэпится, когда ты их идешь, ну, не уйдет. Ну, не уйдет. Я-то ставлю дверки. А вы можете поставить дверку сюда? Плоховато будет. Что будет? Плоховато. Плоховато? Почему? Потому что я ставлю сразу у него. А проволоку на тягу, чтобы она не скакала. Оно уже нормально. Уже кирпич вот он. Вот он, как раз, колодцы еще. Вот не, колодцы. Вот он кирпичик выбивается. Вот он. Вот он. Вот он. Вот хламут на все убирать. И заново все штукатурить дает. А потом берите. Угу. Берешь этот такой? Шпатель, ману. Ну, да, да. А сколько вообще берет времени такую печь от штукатурик покрасить? Два часа будет, да? Ну, успеваю раствор приготовить. Чтоб чуть постоялся какой-то. Ну, глина размокла получше. Можно наделать в одной бабке. Зам взять, привез прям миксер, бил глину на. А у вас есть миксер? Ну, нет. Я эту не пользуюся. Я эту. Ручную, да? Лопатой? По-русски называется. Ну, а вы возьмете за такую работу? Типовайте. Сколько это будет стоить такое? Так что, ну, сейчас рамку пешку. Так, на лежат. Я халю, сами привезу? О-о-о. Нет. Лучше вы, потому что вы знаете, какую глину и так далее. А, бачка, или у Ле. Где бабушка Лена? На юге, на песок. А, на Юре? Да. Крятки на песок, да? Здесь засыпано дома, но она прогорает уже. Сейчас бы они загорели его нахрен. Ну, вот мы и перестали ее топить, потому что что-то показалось опасно. Вот она уже. Да, да, да. А как это нужно исправить? А как ее лучше сделать? Вот этот ряд снимать? Да, 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 все. Лежь полностью. Она прогорела, потом просыпался песок. Сосыпался песок. Просыпается между рядами, да? Да. Вот ее надо чуть-чуть раскрывать. Вот, туда убирать. Может, уже и кипичи прогорели. Ну, готов уже. Ну, да, лет семьдесят дома, наверное, столько же и печки. Ну, наверное, я вот здесь. У бабушки спустят надо. Какой? А, тогда вы удивитесь. Вот просто вот этот пряток, братья, новые кирпичи. Нет, надо чуть дойти до туда. А, до там? До низу. А то вдруг вот так песок раз, и будет держится струйка. Вообще засыпается туда. Я засыпал, я русские пески не делал, я просто такие вот делал, если к стенке. Я только вот их оставлял от стенки. Да. И раз сам налетел, все его баня. Туда песок, чаток, все пивки. Баной это делать. А как разбирать? Снутри? Так, делать примерно. Вон, видите, прогорела? Да, да. Видите? Да. Глина, вот она, она тебе будет бузовать. И что делать? Залезь туда, но туда не залезь, чтобы застукатурить. Надо делать... Убирать тут ряд, да? Да, у них там два ряда, вот они, мне кажется. О, по сих пор, да? Духой. На кирпич. Похоже на то, да. Да. Ну, короче, расснимать. Это большая работа, да? Ну, не особо. Нормально. Ну, сколько дней? Подбивитесь. Зависит, как работать. Можно заднюю сделать. Не можно, нужно. Сейчас будут интересные кадры о том, как мы съездили, посмотрели дом. Сейчас вы увидите. Я специально для вас снимала. Не только для вас, для себя тоже. Мы с человеком, который здесь местный, поехали посмотреть его дом. Дом не в этом хуторе, естественно, и даже не в этой деревне, которая рядом. Другой совершенно деревне, не буду назвать ее название. Он предложил посмотреть его дом, и мы поехали. А также у этого человека, надеюсь, может быть, если Господь все это, так сказать, одобрит, если все сложится, все получится, то, может быть, мы у него купим сельхоз, сельхоз пай, пай земли. Один пай, это 6, чем-то там почти 7 гектар. В общем, сейчас смотрите о том, как мы съездили, посмотрели его, то, что он продает. Я думаю, вам будет интересно. Вы когда-то здесь жили, да? Да, я еще раз. Я тоже и дом здесь продаю. А где у вас? Что за дом? Дом у нас полностью кирпичный. У меня два дома. И почем ваш дом? Я не знаю, я вот сколько здесь. Сколько соток? Сколько хотите за дом? Что-то там, это, под землей, так, с огородами, там, что-то 25-30, вот так. Оформлена земля, как бы, межевание сделано? Все сделано у меня здесь под домом. Все документы есть на дом. И чем он отапливается, в каком состоянии? Печка, печка. Какая русская, нет? И русская, и маленькая есть. Две печи, да? Да, на кухне есть русская печка. На фундаменте, нет? Да. А в зале... Обшит, да, кирпичем? А в зале, это, маленькая печка специальная. И еще там дядин дом. А что там соседи с двух сторон, да? Соседи или нет? С одной стороны нету никого. А с одной стороны они как бы дачу себе делают сейчас. И сколько вы хотите за свой дом? Тысяч пятьсот. Пятьсот, да. И рядом, вы говорите, с одной стороны нет никого, да? С одной вообще никого. То есть, в принципе, этот пай можно туда прицепить, да? Ну, можно. Вот, это интересно. А то у нас тут такой веселый сосед. Нет, там никто вам не будет. Да? Я буду. Ну, самое главное, дом в каком состоянии? Там подвал что-то есть, нет? Есть. То есть, я могу вам два подвала дать. То есть, подвал есть? Ага. Да. Отдельно стоящий, да? Погреб, да. Даже два я могу, три даже. Там один у нас был погреб, отец его сломал. А яма осталась, она бетонная. И эта, слита, сбитая. Цельная, да? Там ее, не знаю, кто-то, если кто-то, мусор так накидал, вычистить. А другой теткин подвал, там вообще прям подвала... Ну, а эти подвалы на территории, как бы, да, оформлены? Ну, они недалеко, ну, как отсюда, вон, до тех деревьев. Ну, это оформлена земля или нет? Не, на теткина не оформлена ничего. А какой фундамент, под полом есть какой-то подпол или что-то? Какой там фундамент, что-то? Нет, там, ну, фундамент, на каждый дом стоит. Ленточный, да, или какой? Это, вот, из кирпича. Ага, ага. Ну, в принципе, строения как, живые, да? Строения. Живой, вот, дом. А это скотины. Ага. Сзади, получается, нет окон, да? Все окна в ту сторону. Да. Это вот, это вот наша, вот, изгородь, вон, а этот. По сливы и туда дальше, это все наше. И вон по яблане, и туда, вон, до тех деревьев. А за деревьями уже фермер, да? Другие там участки были. То есть, вот это, в принципе, убирать надо, правильно? Ну, да, переделать, конечно. А остальное все, здесь все хорошее. Это отцова-брата, вот от былопа. А сейчас, вон, все на меня переведено. Тут жилая полностью 102 квадратных метра. А, да? Да. То есть, большой дом. Да. Ну, весь полностью. А вот сени, да, или как называется? Они как, стоят еще или их надо сносить? Нет. Стоят, да? Нормально. Они на фундаменте стоят. На фундаменте, на тумбах, да, каких-то? Тумбы и тут, и тут. Ну, фундамент везде кругом мы поставили. Домик, в котором никто не живет, и все, и там тупик. То есть, это последний дом. Ласточки там мечутся. А в смысле, что на дубах? Вот это в смысле дубы или что? Да, да. Они еще свежие, видите, дубы тут. И сколько по документам соток здесь? По документам 30 соток у меня. 30, да? Всего земли. Угу. Коричневка. Такое, да? Сейчас попробуем. Да ничего, они сразу нет. Ммм, мягкие, хорошие. Пристройка деревянная, да? Не, это сень. Сень, ну, я имею в виду сень. Да, это сень-сень. А здесь что, туалет? Нет, туалет там на улице. Это ход туда, коровы ходили. Нет, вот это что это? А это чулан. Чулан, ага. Ну, раньше вещи, сундуки ставили, бабки. Угу. Вот, пожалуйста. Это вот кухня. Русская печка. Вот она, да? Да. А пол, что тут, менять надо, да? Лаги или что? Тут лаги надо. Она вот отпросилась. Сейчас, видите, не сесть здесь, не начнем принести дубу. Угу. Вот. Вот зал. Ну, не, потолок хороший, только обои надо. Угу. Да, да. Угу. Вот, вот зал, где я сплю. Угу. Эти подоконники широкие. Спасем коров. Очередь наша пришла. 29 кабанов. Ого. Один за одним идут. Вот. И что случилось? Меньше сейчас стало? А сейчас тут разрешили охотиться. То есть, верно кабаны есть, да? Потому что они приходят вон к нам там яблони, яблоки поесть. Да нет, куда сюда сейчас ловить. Не знаю. Можете здесь, здесь лес большой, где вот ваш дом за ним, там у нас Заська, она от Брянска идет. Угу. Лес тут. Да, был волки, медведи. Не, волки были, сейчас что-то не видать, а медведю не было здесь. Это идет на улицу куда-то. А вот эти два толстых тоже к сараю идет, через чердак, где-то они у вас там в комнате выходят. Вот эти два провода тоже к сараю. И вот это все надо отключать, да? Вот это Александр именно это имел в виду, наверное, да? Ну, здесь нет никаких проводов. На чердаке оно как-то, да, включается? Ну, может, да, что-то они, может, там на чердаке просто... Там фонарик нужен, там света нет. А вот как вот эта вот пристройка, да, она уже тут разваливается, ее, по идее, надо убирать. Но она под единой крышей. Убирается она. Можно как-то отрежать крышу? Ну, половина крыши, да, разбирается. То есть не проблема, да? Нет, не проблема. Все это нарастается. Там же на этом месте... А ресницы нет у вас, да? Есть! Тихо, стоп, аккуратно. Вот тут вот эти скобы, по ним залазили. А, по скобам, да, гигантно. Только там света-то нет, вам же фонарик клоуньк нужно. Здесь, да, электричество и всего лишь. Все, вот эти вот два провода у вас, все, уже свет не горит больше. Выключены, вот они. В сарай свет у вас не горит. Ага, это от сарая, да? Значит, вот они, все. А как ты скважину включил? А там, в сарай. Ну, что там? В этом там даже провода. Да можно вообще убрать у вас. Вот этот сарай. Ох, какой ужас. Какая глубина. Уже вода, что ли, там сочится, да? Нет? Нет, показалось. Смотри, по слоям даже видно. Песок, глина, песок, глина. Все, ребята уехали. Туалет полностью выкопан. Всего будет три кольца. Ну, так я так понимаю, что два с половиной кольца под землей и одно кольцо, половинка над землей. В общем, вот так вот. Ух, такая яма. Вот. Выкопали они вот земля вся. Потом мы эту землю на садовую тачку и неровности будем заполнять. Здесь вот Макс косил. Оставил. Мне его попросила оставить. Как она? Калина. Калинка. Вот она, она еще не зрелая. Не созрела. Ну, что там? А, вот так, да? Угу. Ну, да. Завтра они еще будут копать, конечно, дальше. Около семи колец, они сказали. Смотри, этот топор оставили. Пару колец сделали. То есть еще пять. Давай этот топор вот так вот положу здесь. Вот так не валялся. Это их топор? Да. Да, это их. Наш? Я дал, да. А где ты его взял? У печки. А, ты у печки. Потому что я такой новенького не помню. Угу. Ну, хорошо. Да, была бы сейчас садовая тачка, да? Можно было вообще параллельно. Они копают, а мы бы возили бы. Вы посмотрите, какая красота вокруг. Тишина, птички чирикуют. Все стрекочет. Вон там вот закат за деревьями. Лес вокруг. Скважина, которая работает, но ее надо прокачивать. Сделаем электрику и будем прокачивать скважину. Так, сейчас я носки одену, потому что я натираю, натерла себе ногу без носков. И мы отправимся на точку, где можно позвонить для того, чтобы, может быть, завтра кадастровик приехал и воткнул колышки туда, куда надо воткнуть. И завтра, может быть, уже было бы сделано. То есть межевание уже сделано. Межевание давно сделали. Без нас еще, без меня. На полпути, на полпути к церкви, там есть место. Надо знать места. Есть место, где ловит телефон. Я поменяла сим-карту, купила мегафоновскую карту. И она теперь работает. Хотя бы там, на полпути, но все равно работает. Конечно, если залезть на большую сосну, вот эту вот, то, скорее всего, возьмет сигнал. Но проще дойти до деревни. Ладно, все, одеваю носки и пойдемте. Какая красота! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...